Бемидбар, 25 глава, с 10 стиха по 30 главу 1 стих, Гавтора, 1 Малахим или 3 Царств, в Русской Библии, 18 главы 46 стих, по 19 главу 21 стих. 25, это Бемидбар, по 30, 25 с 10 стиха, по 30 первый стих, там один стих получается. Гавтора, 1 Малахим или 3 Царств, 18 глава 46 стиха, по 19 главу 21 стих. Ну, начиная со стандарта. Ваедебер Адонаэль Маше Леймор, и говорил Бог, обращаясь к Маше, и сказал, да? Ве Хилити, Эдней, Исраэль. Итак, Пенхас, сын Элизара, сын Аарона Кагена, обратил гнев мой от сынов Израиля, возревновал за меня среди них, и не истребил я сынов Израиля в ревности моей. Помните, что как только начался блуд, да, началась эпидемия. И если сравнить, что за грех золотого тельца погибло только 3000 человек, то здесь уже 24 тысячи евреев. И я назвал эту главу «Высшее знамя религиозного фанатизма». А вот скажите, Пенхас был фанатиком? Ну, с точки зрения этого мира, да. С точки зрения, кто только фанатиста, слово «труп». Это человек, который не щадит ни себя, да, ни других, ради какой-то определенной цели. И первый вопрос, который решается, это что получается? Чем отличаются преданные створы от фанатизма? То есть, есть конкретная заповедь «не убивай», да. Мы говорили, что что такое убийство? Всякое лишение человека жизни является убийством. Нет. Да, помните, когда мы казним преступника по решению суда во время войны, да, защиты, самообороны, и в тех случаях, значит, когда это идет самопожертвование, да, это не является самоубийством. Но Пенхас убил двух людей без суда и следствия. То есть, смягчающих обстоятельств у него не было. Сделал он это сознательно? Да, сознательно он это сделал. То есть, мы не можем ему никаких найти оправданий по этому поводу. Но Бог его, оказывается, не только оправдал, да, но и наградил. Странный Бог. Сначала запрещает убивать, создает какую-то определенную процедуру для того, чтобы определить, кто виновен, да, как казнить виновшего, что должен был сделать Пенхасов. Вот он увидел, вот он взял, должен был двух свидетелей, да, пойти с ними в эту палатку, должен был встретить этих двух молодых людей, которые занимаются сексом, и предложить им, если вы не прекратите заниматься сексом, да, то мы вас убьем. Они скажут, нет, мы хотим заниматься сексом дальше. Тогда их надо было вытащить, представить перед судом, да, не менее трех судей, то есть трое судей, двое свидетелей, ну, и потом, чтобы община побила камнями. Пенхас, естественно, как первый свидетель, должен был бросить первый камень. Правильно? Помните, когда была нарушена процедура суда? Совершенно по-другому Ишуа реагировал. Правда? В данном случае мы тоже видим нарушение процедуры суда. Ну, видите, как интересно. Что говорит еврейский комитет? Имя еврейского лидера, пораженного, медиантьянки, был Зимри, сын Салу. Он был один из глав Калияна Шимона. То он, можно сказать, был из золотой молодежи. Помните, когда люди верующие увидели, что это происходило, что они делали? Они препятствовали этому? Они сидели там где-то, плакали, рвали одежду, посыпали себе голову пылью и молились. И очень часто у нас так бывает, когда мы видим зло, мы не препятствуем злу, а что мы делаем? Начинаем молиться. А зло, видя то, что мы ему не препятствуем, что делается? Еще злее. Правда? И в данном случае они боялись, потому что он был одним из лидеров церкви. Комментатор Ор Гагаим удивляется. Затем Джем Тора возвращается к паре грешников и называет их имена. Если их имена имеют какой-либо вес, не стоило бы упомянуть их в начале. А уже после этого случая, зачем смысл их упоминать? Но имена очень для нас интересны и важны. Потому что земли, да, земли, получается, поющие, поющие. А медианская принцесса была Козби. Козива, помните, это что? Ложь. Кто у нас Барк Козива был? Баркова, да? Он был Кварк Козива, сын лжи. Так что это все играет роль. Но видите, разврат достиг даже такого апогея, что самые влиятельные представители мира не стеснялись отдать волю своей распущенности на глазах всего народа. Она зашла не когда-нибудь, когда ночью там никто не видел, все шито, текрыто, да? Все это происходило прямо среди всего страна израильского, и все это видели. Но никто не принимал никакого участия. Все думали, что это нас не касается. Видите, какая проблема была во Второй мировой войне? Почему? Гитлер бы сам один ничего бы не мог сделать, правда? Но весь народ Германии либо активно гнал евреев, либо своими, так сказать, неучастием, да? К этому добились того, что евреи уничтожали. И говорят, что их имена также названы потому, что необходимо дорожить честью каждого человека, даже запятнавшегося бесстыдным поведением. И так не сказано, что просто Пенхас взял и убил двух человек. Но оказываются конкретные факты. Если мы приводим свидетелей и свидетельства, что мы должны говорить, я кто-то слышал, кто-то мне говорил, как кто-то сделал с кем-то что-то, то-то, 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 да? Тот, с тем, тогда-то, и тогда-то, и все точно изложено. Мы видим как бы выдержку даже из протокола судебного заседания. Можно было бы так сказать? И это для нас очень важно. Еще интересно, что он назван, видите, горящей ревностью за Господа. Но ревность может быть и хорошая ревность, да? И какая? Плохая ревность. Мы говорили, когда ревность, муж ревнивый, то это хорошая ревность. Плохо. А когда ревность по Богу, это хорошая, да? И Бог тоже назван Эль-Кана. Бог ревнитель, да? Кана глагол означает приобретать, а также глагол ревновать. Потому что мы ревнуем о чем? О том, что мы имеем, да? Я могу ревновать о чужой жене. Правда? Я могу только ревновать о своем. И ревность по Господу. Это означает такое очень сильное, очень сильное чувство. И встал Пенхас из общины. То есть они в это время что? Сидели. А он что? Встал. Само слово встал, значит, что он поднялся. Община была на этом уровне. А он на каком уровне? Он оказался на таком уровне духовного видения, что увидел, что единственный способ остановить людей, это совершить нечто такое, как говорится, что будет видно каждому, да? Все замалчивали, или пытались, может быть, как-то молиться, или пытались как-то повлиять на этих людей, но он поступил так, как он поступил. Видите? Не всегда полезно не высовываться. Но когда полезно высовываться? Когда Бог тебя высовывает. Правда? Когда Бог тебя высовывает. А что, знаете, чем он нас учит? История с Давидом и Галиафом. Высунулся из строя, получай в лоб. Правда? И Давид высунулся тоже. Да. Значит, высунулся он, Пенхаз сумел противоставить себя не только людям, которые блудят, да? Но противоставить себя всему обществу Израиля. В том числе, что мы хуже этого Пенхаза? Ты чего высовываешься? Вот сиди, молись. Сейчас мы еще раз помолимся, еще один пост возьмем. Правда? А ты чего высовываешься? Он противопоставил себя не только нечестивцам, но и кому? И праведникам, да? Я не советую вам поступать так во всех случаях. Это единственный случай, описанный в Торе. Понимаете? А то скажешь, что я призываю к каким-то вещам нехорошим. Но это показывает, что Пенхаз смог подняться до такого уровня, что он сумел, получил право быть духовным лидером народа. И интересно, что Пенхаз стал ответственным за духовное, а Егоша бен-нун за военное руководство. И здесь власть светская и власть духовная. Пенхаз ответственный за духовное, Егоша за руководство военное, материальное. Главная задача Егоша – захватить страну и справедливо разделить земли между евреями. А задача Пенхаза – привести к еврею к святости. В святую землю надо привести каких людей? Святых людей. А то один был не святой. И помните, что случилось? Когда он там одежду спрятал, да? Из-за этого пострадали другие люди. Из-за этого пострадали другие люди. То есть все мы должны как один, все святые, И здесь упоминается интересное такое завет мира. Завет мира. Брит-шалом. И говорил Бог, обращаясь к Маши так. Пенхаз, сын Елизара, сын Аарона Кагена, отвратил гнев мой от сынов Израиля, возревновав за меня среди них, и не истребил я сынов Израиля в ревности моей. Поэтому скажи, вот я заключаю с ним мой союз мира, и будет он ему и потом своего союза в вечно священнослужение, за то, чтобы взревновал он за всесильного своего, и искупил вину сынов Израиля. Оказывается, для того, чтобы искупить общество, должен найтись один, да? Который искупил вину сынов Израиля. Чем он скрипил? Кроме нечестивцев? Тем, что он не побоялся за свою жизнь. Может быть, если бы Бог не ответил так Маше, ну, Маше посовещался бы и побили бы его камнями. А что делать? Тора так говорит, да? И вот сидит Маше, а это его племянник, и вот он думает, что же мне делать, да? Что же мне делать? И Бог отвечает ему, что я заключил завет мира. И если Бог заключил завет мира с этим человеком, то что может сделать человек ему? Правда? Да. Если Бог нас оправдывает правильно, то он нас осудит. Хорошо. И увидел Петхасен Элязара, сын Аарона, священника, и встал он из среды общины, и взял копье свою, вошел вслед за Италийтянином в нишу, и пронзил их обоих, израильтянина и женщину в чрево ее. Видите, он не уищевал. Сразу пронзил обоих. И прекратился мор среди сведов Израиля. Он тем самым не только их принял жертву, зная, что он может умереть. И лучше одному человеку быть принесли на жертву, да? Есть такое высказывание? Да. За всех. Да, вполне, вполне. Все по закону. Говорит Раби Шимон, тот, кто делает человека грешным, хуже того, кто его убил. Убив человека, он сократил ему жизнь на этом свете, но не лишил его того света, а тот, кто сводит человека с пути Торы, лишает его и этого света, и того. Два народа шли на евреев с мечом, и два соблазнили его на грех. Египтяне гнались за евреями с мечом, и сказал враг, буду гнаться, настигну, буду делить добычу, обнажу свою меч. Эдомитяне шли с мечом на евреев, и сказал ему Эдом, не пройдешь через меня, а то с мечом выйду против меня. И вышел Эдом против него с многочисленным народом и сильной рукой. Два народа соблазняли на грех, Амон и Моав. На тех, кто шли на с мечом, сказано, не прозирай эдомитянина, ибо он твой брат, не прозирай египтянина, ибо прищайцем ты был в его стране. А про тех, которые соблазняли на грех, сказано, да не войдет Амонитянин и Моавитянин в общество Бога до десятого поколения. Так что, видите, не всякий тот враг, который выходит на нас с мечом. Назначение Егоша. И вы помните, что Бог тоже дал откровение Моисею, чтобы он назначил Егоша бен Нуна своим преемником. И сказал Бог, обращаясь к Моше, 27 глава, 12 стих, «Взойди на эту гору, говорим, и посмотри на страну, которую я дал седам Израиля. И когда смотришь ее, приобщишься и ты к народу моему, как приобщался Аарон брат твой. Ибо вы поступили вопреки слову моему в пустыне Цин, когда роптало общество, чтобы явить святость мою у той воды на глазах у них в Мей Мерива в Кадеши в пустыне Цин. И говорил Моше Богу так, дано значит, Бог всесильный душ или Бог духов, и так, и так, есть перевод, всякой плоти человека над обществом, который выходил бы перед ними и который входил бы перед ними, и который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не было общества Бога, как стадо, у которого нет пастуха. Помните, когда Иешуа видел людей, как стадо, у которого нет пастуха, потому что пастухи Израиля что делали? А не каждый занимался самим собой, да, искал свою выводу. Итак, что должен делать уметь пастырь? Да? Выходить перед ними и входить перед ними. Интересно. Да, выходить перед ними. Помните, когда священник выходил из Кини, он представлял народу кого? Бога, да? Когда он входил в Кини, он был ходатаем, да, от имени народа для Бога. И дальше, который выводил бы их и который приводил бы их. Выводил бы их на войну или ввел бы их. Израильские пастухи, в отличие от наших пастухов, которые идут сзади и подгоняют палками скотину, идут впереди. И за ними идет скот, слушая его голос, пение, звучание дудочки и так далее. И в израильской армии это единственная армия в уставе которой нет команды вперед. А есть команда за мной. Да. У нас команда вперед, а сам офицер сзади там и стоит и смотрит кого бы пристрелить, кто там в атаку не бежит. Да? Знаете? А в израильской армии командиры где идут? Впереди. Вы знаете, что в израильской армии смертность среди офицеров намного выше чем среди армии других каких-либо стран. И так он должен первым идти и первым принимать бой на себя. Да? Выходить. И что? Входить. Значит, входить он вводить их должен. Собирать. Да? Собирать тех, которые остались и заводить. И значит, он должен выходить первым, а входить каким? Последним. Знаете, правила десанта? Да? Кто первый выходит, тот грузится последним. Значит, он имеет право войти в стан, пока не приведет всех. Если хотя бы одна овца, что он должен? Искать ее, да? И потом уже входить в стан. Это показывается образ пастыря настоящий. Чтобы не было общества Бога, как стадо, у которого нет пастуха. И сказал Бог, обращаясь Маше, возьми себе Егоша, сына Нуна, человека сильного духом, и подложи на него руку свою. И поставь его перед Элизаром Кагеном, перед всем обществом, и дай ему казание на глазах у них. И дай ему от величия твоего, чтобы слушалось его все общество сынов Израиля. И пусть он стоит перед Элизаром Кагеном, и тот будет спрашивать Богом, по слову его будут выходить, и по слову его будут входить они, и все сыны Израиля, и с ним все общество. И сделал Маше, как повелел ему Бог, и взял Егоша, и поставил перед Элизаром Кагеном, и перед всем обществом, и возложил руки свои на него, и дал ему указание, как говорил Бог, через Маше. Еще раз мы видим, кто избрал лидера для Израиля. Бог избрал, да? Даже Маше, и указывается, что возьми сына Егоша Бенона, в котором дух, в котором дух. И опять-таки, когда мы говорим дух, мы часто воспринимаем дух Божий, да? И это тоже так. Потому что в Новом Завете, да, имеется дух Божий. Но также у него был дух, и это значит, что он мог найти общий язык с людьми разных мнений. И возложи руку на него, чтобы он в своем присутствии учил законы и поставил перед Лазар священником. Видите, как интересно. То есть, дух, и почему Бог назван? Бог духа всякой плоти. То есть, Бог, он не только Бог нас, людей, физических телах, но и Бог, и духа, и Бог, он всякой плоти. И согласно Медоршу, приходу Мессии, мы уже говорили, людей будет Пнейхадор Кифнейхалев, Какелев. Согласно ряду комментаторов, у лидеров поколения будет собачий характер, или будет подобный собачий морде. С чем же это отличается? Значит, вот, вы волков видели когда-нибудь? Ну, не в зоопарке, а так вот в природе. А кто моего Рикарда видел? Помните? Рикарда моего. Вот он натуральный волк, да? И волк, когда идет, он не оглядывается по сторонам. У него позвоночник устроен таким образом, что он не может вращаться во все стороны, чтобы повернуться, немножко повернуть голову может, он должен повернуться полностью, да? А так еврейские комментаторы говорят, что собака то и дело останавливается и оглядывается назад. Посмотрите, в каком направлении движется хозяин. Подобный собаке и лидер, который постоянно оглядывается по сторонам, чтобы уловить настроение массы. А подлинный лидер не таков. древний медреж еще говорит, что значит быть человеком, который выходил перед нами. Это медреж Сифре, он говорит так, чтобы не был похож на царей других народов, которые посылают армию в бой, а сами остаются в тылу. хорошо, и видите, как интересно, значит, человека, который есть дух, и возложи на его руку, и возложение рук, как называется, смеха, и дай ему от величия, от величия твоего. Как вы думаете, это было величие только Моисея, или это Божье величие? Да. И, говорят еврейский комментатор, рабе колонимус, значит, дай ему от величия, как перевивает из одного сосуда в другое. Имеется в виду, что если переливает из большего сосуда в меньший, желательно, чтобы горлышко большего было узким, ибо если оно будет широким, то переливание в меньший сосуд, жидкость будет проливаться. Хорошо. И какие должны быть критерии служителя? Это вы должны записать. Первое. Возьми себе Егоша сына Нуна, тот, который тебе по сердцу, и проверен тобой. Тот, кто тебе по сердцу и проверен тобой. Второе. Раби Авадия Сфорна говорит, человек, которым есть дух. Значит, с одной стороны, тот, который способен принять дух Божий, светлика живого царя, и дух это шахина, а также человек, которым есть дух, это тот, чьи поступки по душе каждого, или который сдает души людей. И возложи на него руку. И дальше говорится, дай Егоша Тургемана. Тургемана. Кто такой Тургеман? Да, дух толкования. Значит, в Тургеман это был человек, который обязан был громко провозглашать слова толкователя. Где мы это видим, таких Тургеманов? Да, в Нееме, когда евреи вернулись, и возле водяных ворот, да, они начали читать Тору. И были люди, которые толковали. Вот здесь мы не знаем точно, то ли они переводили с еврита на аравейский, то ли они медраж какой-то, да, но они именно произносили громко, и все могли это слышать. Дай ему от величия своего. И поэтому говорят, что Алик Маше был подобен солнцу, Алик Егоша луне. А Раби Колонимус Кальман бен Аарон Эпштейн, вот такой был Раби, умер в 1623 году, он в книге своей Мидорше Меор Вашемеш в разделе Пинхас говорил так, и возложи на него руку, как зажигает от свечи свечу. Ведь если погашшую свечу, которая еще дымится, приблизить снизу к горящей свече, то пламя от верхней переметнется к нижней, ибо последняя, коль скорость дымится, содержит искру. Так и Маше должен был возложить руки на Егошева, при том, что тот воодушевлении должен был приблизиться к уровню Маше, чтобы получить его премудрость. И дай ему от величия свое, как переливает из сосуда, из одного сосуда в другой. Хорошо. И помните Деяния, отметить тоже, 6 глава, 3 стих, да, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных святого духа и мудрости. Там говорится о таких же критериях. Да, совершенно повторяется, как мы разбирали в этой главе. Теперь немножко поговорю о смеха. Смеха это не смех, да, здесь самих круглый идет, смеха означает, что рукоположение, буквально надавиться, надавить, опереться, вот когда опрешься, трость, помните, тому потреблено тоже слово смеха. Итак, этапы смехи. Первое, проверка человека. Мы говорили, что был проверен Пенхаз, был проверен Егоша, и они были действительно изведаны, они известны были всем, да, изведаны, то есть проверены и известны были всему обществу Израиля. Дальше, второе, значит, человека нужно хорошо знать, то есть, в Новом Завете об этом тоже говорится, не возлагая рук поспешно, здесь не говорится о том, чтобы не возлагать рук на молитвы, то не дай Бог без словно берешься, ну так тоже бывает, но когда говорится возложение рук, то о том рукоположение тут мы говорим, смеха. И, значит, нужно хорошо знать человека, он должен быть обучен, да, и желательно, чтобы был какой-то совместный труд, который позволяет узнать человека. Третий критерий, на нем должен быть Дух Божий, ну, в Новом Завете это означает, что, во-первых, он рожден свыше, а, во-вторых, он должен жить по Духу, правда? А тот Дух может сойти и выйти, сойти и выйти, сойти и выйти, да? Когда я живу по Духу, когда я живу по брюху, сейчас вот у вас отчитаюсь, приду на бой, лягу на диван и начну по брюху жить, да? Правда? Ой, мама, мама, где моя пижама? Сейчас одену пижаму и лягусь на диван. Да. Хорошо. Итак, значит, возложить руку, рука, это что? Означает силу и власть, да? Бог рукою сильной, она сильная и рукою власти. Вы знаете, что бить детей рукой нельзя? Рука дается для благословения, а палка для определенных вещей, да. Да, насчет битья жен, знаете, это главный мусульманский равен, не знаю, как у них он там называется, мула, да? Мула Египта сказал, что, в принципе, жену не надо бить, но если ты хочешь побить женщину, то побей ее карандашом. но Тора запрещает без суда бить человека, если ему уже исполнилось 13 лет. Меньше можно, а больше уже нельзя, да, потому что первая молитва, которая произносит отец, я за этого, слава Богу, перед тобой не отвечаю. Во славе Господь и Бог, да, и так далее, я за этого не отвечаю. Хорошо. Итак, дать от величия своего. Скажите, мы можем передать что-либо, чего мы не имеем, да? Но это не значит дать разделить напополам. Половина осталась у Моше, а половина пошла в Его Шабенуну. А что значит дать? Как? Зажигается свеча. И две зажженных свечи значит в два раза больше огня. Три зажженных свечи, да, три раза больше за дня. Дать ему от величия своего, от сияния своего, буквально слово тефора, которое переводится так же, как сияние. И оно по сути не свое, а отражение величия и сияния Бога. Шестой этап. Предоставить его старейшинам, и они должны одобрить. И сказано там, представ, перед Елизаром. Итак, старейшины должны одобрить, а потом представить общине, представить народу. Не так, чтобы, вот, товарищи, давайте, кто проголосует за Пенхаса, а кто проголосует за того-то? Нет, ребята, лучше не так. Давайте тайным голосованием, да, значит, одобрить старейшины и предоставить кому? Людям, да? Вот такой порядок лидерства. И что интересно, видите, Маше и Елизар, они не боялись подготовить себе замену при жизни. У нас очень часто люди не могут подготовить себе, да? Часто дети бывают, недостойные родители. Вот смотрите, Петр Первый, про него много и хорошего, и плохого, можно сказать. Но, по крайней мере, в любом случае, он был выдающийся человек. А что началось после его смерти? Полный развал. Почему? Потому что он не приготовил себе достойного преемника, правда? То есть, еще при жизни надо себе готовить. И Медраш Раба говорит, Егорша верно служил тебе и много воздавал тебе почестей. Он приходил раньше всех на занятия тором утром и вечером. Он расставлял скамьи, расселял копры, на которых сидели слушатели. Ну, так говорит Медраш. Потому что он служил тебе всей силой своей веры. Он достоин служить еврейскому народу. Кто ухаживает за инжиром, будет есть его плоды. Это, видите, Медраша говорит, что служение было даже в том, что он раскладывал подушки для тех людей, которые будут садиться, сидя на полу. ухаживает. Да. Не так интересно. И о страстности и любви Егоша к Торре свидетельствует тот факт, что Моше поднялся на гору Синай и пробыл 40 суток. А где находился Егоша? Внизу, да, под горой? Парамоунт. Есть такая киностудия. Под горой. Видите, мог он жить в Израиле со всеми? Есть даже подозрение, что, может, он даже и пустился. Он не видел славы и величия Божьей, видел Моисея. А этот просто сидел и ждал, да? И он молился за Моисея, он молился за общество Израилевое. И он был первым, кто поднял сигнал, потому что он услышал шум, да, встанье Израиля. И предупредил об этом Моисея, когда тот сзади с горы. Хорошо. И услышал Егоша голос народа шумящего и сказал Моше, голос войны встанье. Шмот 32 17. Вот такой был человек Егоша. И это примеры для нас, да, и для нашего лидерства. Сколько у нас еще времени? Еще 10 минут? Да, 10 минут вы немножко затянули. Итак, первое, первое, чему учит, да, первое, чему этот урок учит, прежде всего, надо беречь кого? Самого себя. И жить в святости, и служить людям. Если бы Пенхас и Егоша бен-нун не были такими людьми, да, Бог бы их не поставил на это место. Пенхас чем заслужил? И он так и заслужил тем, что жизни своей не пожалел, да, ради народа. И Гоша бен-нун чем заслужил свое лидерство? Тем, что он был предан Маше и Господу, да. Видите, один заслужил как бы в экстремальных ситуациях. И это один момент, один миг его жизни, миг взлета такого, есть только миг, да, ослепительный миг. другой всю свою жизнь, да. Когда он был лидером, да, он что, сколько ему лет уже было? Ну, по крайней мере, да, где-то после 60 лет было ему. И он 40 лет был с Маше все время, постоянно. И так нужно беречь себя, нужно освещать себя. И второй урок, видите, это лидер был нового поколения, это были лидеры нового поколения, и один, и второй. И видите, здесь изменились уже обстоятельства. И были нужны новые лидеры, потому что водить 40 лет пустыни, это одно, завоевывать Эрискнан, да, это другое. И Моисей, и Арон не могли быть лидерами того времени. И поэтому второй урок, это для каждого времени есть свои лидеры. Согласны? Вот. И бывают иногда те лидеры, которые были в одну эпоху лидерами, они могут даже быть тормозами, тормозами, тормозами для другого времени. Дальше, это показывает правильное регулирование в обществе. общество должно быть в порядке. И какое общество в порядке? То общество, которое подчиняется лидерам. С чего начинается революционная ситуация? Да. Верхи не могут, низы не хотят. На что это похоже, мы знаем, да? И что, видите, если лидеры, они должны быть помазаны Богом, они должны мочь, имеют власть. Так, а низы что делать? Хотеть должны подчиняться лидерам. И тогда общество пребывает в гармонии. Не дай Бог такое общество, где каждый хочет быть лидером. Правда? Вот. Лидерам надо понимать, что это большая ответственность. Если мы поскольку примеры лидеров библейских, никто из них не рвался к власти ради самой власти. Правда? Каждый из них получил раз средь Бога, а многие даже такие, как Моисей, вот, они что ж даже, Господи говорит, пошли, что? Кого-нибудь другого. Агидеон, да? Как он там несколько раз вопрошал Бога, может, все-таки не я буду лидером, да? Пришел к нему ангел лично, говорит, иди давай. Да нет, я тут вот сижу, молочу, да, взял свои нунчаки и пошел сражаться. Знаете, нунчаки, это что? Это и есть вот это самое, да, чем молол. Вот эти все японские виды вооружения, они, кстати, идут от сельскохозяйственных орудий, потому что крестьяне не могли противостоять собираем, да? Да. Хорошо. И пример других отрицательных лидеров, это Кореи, помните, Датан и Аверан. То есть, такие лидеры и такие лидеры. И какие лидеры куда ведут. И говорится о святости и о посвящении. Ну, хорошо. На этом мы сегодня закончим. Продолжение следует...